Добрый день! В эфире телеканала ОРТ новости дня в студии Михаил Карин. Вот какие материалы подготовили наши корреспонденты к этому часу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И шанс на любовь после 70-ти. Ответ на этот вопрос могут найти зрители вместе с актерами. В драматическом театре премьера спектакля «Земля Эльзы». 24 октября. Сегодня все любители бильярда отмечают день рождения этого вида спорта. Сегодня в Ленинском районном суде состоялось первое слушание по делу бывшего главы Оренбурга Евгения Рапова. Напомним, его обвиняют сразу по четырем эпизодам. Это и создание юридического лица через подставное лицо, и неоднократное получение взяток в крупном размере. Расследование уголовного дела региональный следственный комитет завершил месяц назад. Его объем составил 32 тома. Экс-градоначальника обвиняют в коррупции. По версии следствия, первые эпизоды зафиксированы с декабря 2011 по июль 2012 года. «Арапов, вопреки установленным федеральным законодательским запретам, сформировал преступную мысль на незаконное образование юридического лица через подставное лицо для использования юридического лица в своей предпринимательской деятельности, связанной с представлением в аренду объектов недвижимости, в том числе находящихся в муниципальной собственности города Оренбурга». Эта коммерческая организация сначала брала в аренду помещения, затем сдавала их в субаренду предпринимателям. За шесть лет работы компания принесла Евгению Арапову доход в сумме около 14 миллионов рублей. Согласно второму эпизоду, в мае 2018 года экс-градоначальник лично получил от своего заместителя Геннадия Борисова взятку в размере 400 тысяч рублей за попустительство по службе. Также бывшего чиновника обвиняют в получении квартиры через подставных лиц за право строительства многоэтажного дома в 17-м микрорайоне Оренбурга. Помимо этого, следствие считает, что обвиняемый требовал от другой строительной компании снизить для себя стоимость квадратных метров при оформлении жилого помещения на улице Терешковой и нежилого на улице Карагандинской. Обвинение в свой адрес подсудимый до сих пор не признает. Следующее заседание намечено на 20 ноября. А в Орске сегодня выбрали главу города. Им стал Василий Казупец, который до этого исполнял обязанности градоначальника. Вместе с ним на эту должность претендовали Валерий Назин, бывший начальник Орского отделения Федеральной почтовой связи, а также Александр Сиюгалеев, бывший главный инженер вертолетной транспортной компании. Интрига разрешилась на заседание городского совета. За Василия Казупецу отдали свои голоса 21 человек. Сегодня же пройдет и торжественная церемония вступления вновь избранного главы в должность. Планируется участие губернатора Дениса Паслером. Более подробно расскажем в ближайших выпусках новостей. А пока к другим темам. Источник выбросов сероводорода в пригородном определен. Проверка завершена. Виновником неприятного запаха сразу в нескольких населенных пунктах стала нефтеперерабатывающая компания. В отношении компании «Газпромнефть Оренбург» возбуждено административное дело. Ряд проверок выявило, что именно это предприятие допустило утечку сероводорода. Напомним, ЧП произошло в ночь с 12 на 13 октября. Тогда люди жаловались на резкий запах не только на улице, но и в домах. На место прибыла машина мобильной лаборатории. Через 15 минут были взяты первые пробы воздуха. Замеры показали значительные превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ. Так, в районе поселка Пригородное превышение ПДК составило 6 раз. В районе Благословенки почти в 2,5 раза. Дело будут рассматривать в инспекции государственного строительного надзора. Свою проверку проводит и Роспотребнадзор. Виновнику грозит штраф до 1 миллиона рублей. Сейчас мы прервемся на рекламу. Продолжим буквально через минуту. Не переключайтесь. Вот о чем расскажем во второй части выпуска. Сносить или восстанавливать? В Оренбурге осмотрели исторические издания. Есть ли шанс на любовь после 70? Ответ на этот вопрос могут найти зрители вместе с актерами. В драматическом театре премьера спектакля «Земля Эльзы». 24 октября. Сегодня все любители бильярда отмечают день рождения этого вида спорта. Это новости дня. Мы продолжаем. Падение спроса на бензин. Такую статистику приводят сразу несколько экономических обозревателей. И хотя сокращение составляет всего 1%, это очень значимо для внутреннего рынка, отмечают аналитики. В последний раз падение спроса фиксируется в 2015 году, когда обвалился рубль и упала цена за баррель нефти. Причина – уменьшение потребительской активности. Россияне сегодня, по мнению экспертов, не спешат покупать автомобили. А также сказывается повышение налоговой нагрузки и рост цены на топливо. Водители все чаще переходят на более дешевый газ. Другие предпочитают и вовсе пересесть на общественный транспорт. Важную роль в этом играет и ситуация на валютном рынке. По итогам среды рубль уходит в небольшой минус относительно иностранной валюты. Доллар добавляет к своей стоимости 17 копеек, евро – 4. Курс на 24 октября вы видите на своем экране. Сотни объектов культурного наследия и памятники архитектуры. В областном центре решают, какие из них стоит сохранять, а что уже давно не подлежит восстановлению и даже представляет опасность. В межведомственный рейд отправились и мои коллеги Ольга Энгельс и Константин Воробьев. Все подробности далее. Это объект культурного наследия. Здесь больше ста лет назад находилась городская усадьба. От исторического здания сохранилась только старинная кладка и огромные погреба. В советское время усадьба становится многоквартирным домом. Сейчас строение расселено и служит пристанищем для лиц без определенного места жительства. Такие здания могут стать причиной трагедии. Подобное случилось в Самаре в сентябре этого года. Там на ребенка упала облицовочная плита. Спасти его не удалось. Но сегодня в Оренбурге более 400 объектов культурного наследия. Десятки из них аварийные. По семи объектам силами администрации города Оренбурга и инспекции по охране государственной охраны объектов культурного наследия с семи подобных объектов статус снят. То есть они уже не являются объектами культурного наследия. Планируется также снятие статуса по другим подобным объектам. Но это уже будет понятно в ходе настоящей проверки. Статуса объекта культурного наследия лишаются те здания, которые не представляют архитектурной и исторической ценности. Один из таких заброшенный склад Неплюевского училища. От помещения остались только фрагменты стен. Территория завалена мусором. Сейчас это муниципальная собственность. Если обратить внимание, скопление мусора в этом объекте, то есть понятно, что физически охрану невозможно обеспечить этого объекта. В том числе он влияет на безопасность окружающих. Рядом детская площадка, рядом находится такой объект. Цель однозначно снять с него статус и в максимально короткие сроки его снести. Этот исторический объект – частная собственность. Екатерина купила его больше 20 лет назад. Женщина-реставратор и художница самостоятельно сохраняет облик здания и старинную арку 19 века. Это известный факт. Это принадлежало Усманову. Не помню его имя. У него здесь был склад ячменный, потому что дальняя комната, которая у нас сейчас под мастерскую, она была прям засыпана легким песочком с очистками от колосков. Сохранение исторического облика Оренбурга – главная цель рейда. Лишить статуса или включить в реестр особо охраняемых объектов решает историко-культурная экспертиза. Если невозможно восстановить строение, то в большинстве случаев оно подлежит сносу. Пригодные для использования здания реставрируют. Ольга Энгерс, Константин Воробьев, Новости дня. Ромео Джульетта серебряного возраста. Есть ли шанс на любовь после 70? И почему так важно вовремя выйти на свои станции? Областной драматический театр представил публике премьерный спектакль «Романтическая мелодрама «Земля Эльзы» основана на реальных событиях. Пьесу с успехом играют в разных театрах России. А вот оренбургская публика увидела постановку впервые. В зрительном зале были и наши коллеги. А вы что же меня? До свидания, попрошу вас. Первая встреча главных героев. Бабушка Эльза – вдова. После военный голод, нищета и жизнь рядом с нелюбимым человеком. Казалось, что ждать ей уже нечего. Но в их деревню приезжает учитель Василий Игнатьевич. Это знакомство переворачивает судьбу пожилых людей. Они, наверное, думали, что уже это не случится. 70, слишком много прожито. А тут случилось. Вот в старости Ромаева и Джульетта. А вам нравятся мои туфли? Туфли, о которых она так давно мечтала. Новое платье, романтические свидания на чердаке и даже первый поцелуй. Все в ее жизни случается только сейчас. Среди главных декораций – движущийся поезд. Как символ того, что никогда не поздно начать заново. Когда человек не прожил свою жизнь, и это ощущает душевную болью, и сейчас остаток времени хочет прожить заново, мне кажется, это очень интересная проблема сегодняшнего дня. У спектакля «Золотой состав». В главных ролях шесть заслуженных артистов России. Наравне с молодыми именами – Юлия Ковальчук, Татьяна Вдовина, Анастасия Павлова – настоящие мастодонты оренбургской сцены. Надежда Величко и Юрий Труба. А в другом составе – дуэт Александра Попыкина и Зинаиды Карпович. Я просто влюблена в этот спектакль, в свою роль. Роль, да, было сложно, но мне кажется, что мы победили. Театр на Малой Бронной – это сетера. Пьесы Ярослава Пулиновича покорили сотни зрителей по всей России. Не только своей остротой, но и близостью к каждому человеку. Почему дети не смогли вовремя понять родителей? И как научиться не откладывать жизнь на потом? Алина Волохова, Владислав Горбунов. Новости дня. Другим темам. 24 октября во всем мире отмечается Международный день бильярда. Праздник посвящен всем поклонникам этого вида спорта. В Россию бильярд прибывает из Голландии во времена Петра Первого и очень быстро завоевывает популярность. Не случайно один из вариантов игры – русский бильярд. И сам имеет разновидности. Свободную пирамиду – ранее американка. Динамичную – тоже, что невская. И комбинированную – она же московская. Игра называется как комбинированная пирамида. Играется только красным. И моя задача, чтобы красный упал в середину. Каждая партия, каждый подход к столу – всегда что-то разное. Всегда должен уметь импровизировать, находить какие-то варианты, ходы, чтобы усложнять сопернику жизни. Это интересно для меня. В Оренбуржье бильярд достигает пика популярности в конце прошлого века. Областная федерация входит в число российских лидеров. Гремят имена наших игроков – Ольги Акименко, Алексея Шмонова, Алексея Богатырева, многократного чемпиона мира Павла Михового. Такие успехи – всецело заслуга Константина Крюкова. Это легендарная личность. Золотой фонд нашего тренерского цеха. Он был тренер сборных команд России – женской, мужской, юношеской. И, соответственно, и нас воспитывал. После трагической гибели Крюкова в 2011 году наш бильярд серьезно отступает от занятых позиций. Но в последнее время ситуация выправляется. Крупнейшие турниры выигрывают Яркулев, Агишев. К руководству федерации приходят заинтересованные люди. На мастер-классы приглашаются прославленные чемпионы – Белозеров, Починский. Подписывается контракт с безоговорочным лидером мирового бильярда Дианой Мироновой. И теперь она на всех турнирах представляет наш регион. Я вижу, как уже много стало детей. Это не может не радовать, потому что развитие спорта – оно за детьми. Оно всегда было и будет за детьми. Поэтому мы должны передавать детям то, что мы знаем, то, что умеем. Есть успехи и на юношеском уровне. Ученики Крюкова теперь сами тренеры. Воспитывают новых звездочек. На российских первенствах побеждают юные Прилепина, Аникин и другие. Делаются активные шаги к возрождению былой славы Оренбургского бильярда, заложенной Константином Павловичем Крюковым. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня. Национальные проекты в действии. Главная цель их реализации – достижение нового качества жизни для всех поколений. В Министерстве труда и занятости области готовы помогать гражданам разных возрастов найти работу, повысить квалификацию или определиться с будущей профессией. Что предлагают в профильном ведомстве? Смотрите далее. Декретный отпуск – не повод ставить крест на карьере. Людмила Завершинская через полгода планирует выйти на работу. Понимая, что время не стоит на месте, решила повысить свою квалификацию. Она воспользовалась предложением Министерства труда и занятости пройти обучение. В декретном отпуске, когда находишься, много уже забываешь из того, что было. Тем более, все обновляется. Поэтому я хочу выйти на то же место работы с новыми знаниями. Министерство труда и занятости Оренбургской области участвует сразу в трех национальных проектах – демография, производительность труда и поддержка занятости и поддержка малого и среднего бизнеса. Мы обучаем граждан предпенсионного возраста, тем, которым осталось 5 лет до пенсии, для того, чтобы они нашли себе подходящую профессию и нашли себя на рынке труда. С 2020 года обучением женщин, находящихся в декретном отпуске, и повышением квалификации граждан, которые будут заниматься повышением производительности труда. И в третьем проекте – поддержка малого бизнеса, где мы занимаемся развитием профильных классов. Это, прежде всего, агроклассы и классы юных предпринимателей. До 2024 года в службе занятости пройдет модернизация в части предоставления госуслуг, для того, чтобы все программы были максимально удобны для граждан, и каждый находил себе дело по душе. Татьяна Штылер, Георгий Бурлуцкий, Новости дня. Такими были новости к этому часу. Оставайтесь с новой РТ, впереди вас ждет много интересного. Напомню, эту и другие программы вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте media56.ru, а также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова